Мир вам, дорогая церковь, Христос, народы и все. Теперь снова перейду на русский. Хотел бы вместе с вами открыть послание Иуды. Проповедь моя будет не рождественская, как город кровей на жатву. Буду читать 11 стих. Там говорится так. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как валам, и в упорстве погибают, как корей. Знаем мы об этих людях, кто это такие были, и какие судьбы их настигли, результаты их жизни тоже мы знаем. И апостол Иуда, говоря об этих людях, напоминая нам этих трех персонажей, рассказывает о людях, которые служат Богу не так, как хотел бы Бог. В целом, в этой главе говорится о людях, которые внешне похожи на верующих людей, люди, которые, может быть, даже служат Богу, они среди нас могут быть, среди Божьего народа. Но он говорит, что на самом деле эти люди, они не таковы внутри, как выглядят снаружи. И вот что общего есть между этими тремя людьми? Что Каин, что Валаам, что Корей? Разные ситуации. Каждый из них по-своему служил Богу, по-своему приходил к Богу, как понимал. У каждого была своя проблемная ситуация в конечном итоге, которая привела их к падению, привела их к греху. Кто-то даже и погиб за свой грех. Кого-то смерть настигла позже, как Каина. Но общее, что есть у этих людей, при том, что, казалось бы, Богу служить пытались, вроде бы вот что-то делали, вот так, как понимали, вроде бы правильно, но общее для них есть то, что, несмотря на это все, сердце их не было таково, как им хотел видеть его Бог. Стремление сердца каждого из этих людей, они не разделяли стремления, которые были в сердце Бога, и они не хотели разделять их. Они не хотели жить так, как хотел бы Бог. И более подробно я просто хотел бы остановиться на Валааме и прочитать ту историю, которая связана с ним. Все мы знаем, за что погиб Валаам. Давайте мы откроем книгу чисел, 22-я глава. Я буду читать эту историю отрывками. Начинается 22-я глава с того, что сыны Израилевы проходили мимо моавитян. Моавитский царь Валак увидел этот народ, убоялся его и захотел решить вопрос с ними, для того, чтобы потом этот народ ему не доставлял никаких проблем, он хотел его уничтожить. И он знал, что в стране, в Пифоре, в городе Пифоре, живет пророк Валаам. Если этот человек захочет кого-то благословить, тот будет благословен. Если он захочет кого-то проклясть, тот будет проклят и погибнет. Он знал это и решил этого человека попросить купить его для того, чтобы тот исполнил его волю и проклял народ израильский. И мы читаем 7-го стиха, «И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование и пришли к Валааму и пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им, «Переночуйте здесь ночь и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал, «Какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу, «Валах, сын Сепфоров, царь моавитский, прислал их ко мне сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и так приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». И сказал Бог Валааму, «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». И встал Валаам поутру и сказал князям Валааковым, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». И встали князя Моавитский и пришли к Валааку и сказали ему, «Не согласился Валаам идти с нами». Казалось бы, был хороший человек, и мы видим, что все поступает так, как хочет Бог. Он говорит даже вот этим людям, «Подождите, я не могу сделать ничего, если мне не скажет Бог». Ну, этот человек перед Богом, можно сказать, он праведен, без Бога ни направо, ни налево, говорит то, что Бог хочет. Но уже здесь я лично вижу, что Бог ему сказал, «Ты с ними не ходи, и ты не проклинай этого народа». Но когда он подошел к этим князьям, он им сказал только, «Пойдите в землю вашу, не хочет Бог позволить мне идти с вами». Не идет даже речи о том, что Бог не желает, чтобы Валаам проклял этот народ. Из этого я лично вижу для себя, что, да, он делал так, как хотел Бог, но при этом он не до конца разделял волю Божью. Он знает, что Бог хочет благословить этот народ, но видя те подарки, которые принесли ему люди, он хочет взять эти подарки. И он знает, за это ему нужно споро проклясть народ. И, в принципе, для него это не проблема. У него в сердце было это. Он хотел проклясть народ, он хотел получить за это потом те подарки, но не совпадала его воля, стремление его сердца с Божьей волей. Но об этом он умолчал перед этими людьми. Если бы он сказал бы им, я думаю так, что если бы он сказал бы им, Бог сказал мне не проклинать этот народ, я не буду этого делать, все, они больше бы к нему не пришли. И вот так вот порой и мы, когда, допустим, сатана что-то предлагает нам, если мы сразу ему не скажем нет, Бог запретил это брать, мне это не нужно, он придет снова и будет искушать. И мы видим, в Аллах, дальше написано, в Аллах послал еще князей, более знаменитые тех, и сто процентов эти люди принесли еще больше подарков, а сердце хочет этого, и ищет пути, как бы это что сделать. И пришли они к Ваоламу и сказали ему, так говорит Валлах, сын Сифоров, не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне, приди же, прокляни мне народ сей. И отвечал Валлам и сказал рабам Валаковым, хотя бы Валак дал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа, Бога моего, и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему, если люди сие пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князями моавицкими. И вот видим, в этой ситуации снова они приходят, предлагают ему еще больше. Он знает волю Божию, он знает, что Божье сердце хочет благословить израильский народ, но вот это он снова выискивает, как бы вот обойти это. Он хочет проклясть народ, но он, опять же, не может сделать что-либо без воли Божьей. Он говорит, впрочем, вы подождите, и я пойду еще раз прошу. И Бог ему в этот раз говорит, пойди с ними. И, честно, я когда читал это, я не мог понять. Бог, ты говоришь сперва, чтобы не шел ты, потом говоришь ему, пойди. А дальше мы читаем в этой истории, что, 22 стих пишет, «И воспылал гнев Божий за то, что он пошел». И дальше мы знаем, ангел стоял и хотел убить его за то, что он пошел. Ну, казалось бы, почему? Ты пошел по воле Божьей. Бог тебе сказал, иди. А за это Бог хотел его погубить. Потому что в его сердце, несмотря на то, что, казалось бы, он шел по Слову Божьему, и путь Божий был, по воле его шел, но сердце его хотело не того, что хотел Бог. Он хотел проклясть, а Бог хотел благословить, он хотел завладеть этими богатствами, Бог не хотел ему давать эти богатства. И в 32 стихе, когда уже открылись глаза Валааму, ангел ему говорит, «И сказал ему ангел Господень, за то, что ты бил ослицу, за что ты бил ослицу твою, вот уже три раза, я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня, вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». Казалось бы, он идет по пути, который дал ему Бог, сказал, «Иди». А тут говорит ангел Господень, «Твой путь неправ перед Богом». И ангел подразумевает именно путь его сердца, который он выбрал. Ногами-то он шел по тому пути, как ему Бог сказал, все по слову Божьему, но сердце его шло совсем другим путем. Для нас важно понимать, что неважно, куда наши ноги нас несут. В церковь они, допустим. Но главное, чтобы при этом наше сердце тоже шло в дом Божий. Если мы идем по воле Божьей, по слову Божьему, важно, чтобы сердце наше тоже шло по воле Божьей и стремилось к Богу, исполнить Его волю, а не идти куда-то дальше или куда-то в другое место. Его сердце не тем путем шло. И Бог хотел об этом ему сказать. И в этом также я вижу Божью милость, потому что Он мог бы закрыть глаза ослицы, и она бы ничего не увидела, а тот бы умер бы, и она осталась бы жива. Но Бог, с одной стороны, являет Ему свою любовь, напоминая Ему и пытаясь Его остановить. И в этом Он также проявляет свою строгость, потому что мог бы Его убить. Бог понимал, что, может быть, Валам не до конца понимает, насколько серьезна эта ситуация и какой грех Он перед Богом делает. Потому Бог хотел открыть Ему глаза Его для того, чтобы Он увидел. Но в тот момент Он не понимал. И плюс еще у Бога была цель. Он позволил идти Валаму туда и сказал, «Ты будешь говорить то, что Я хочу, потому что хотел благословить народ Божий. Благословение Божие никогда не будет лишним». И Бог это знает. И поэтому посылает этого человека. Если бы не хотел бы использовать его, то мы бы сегодня, думаю, читали бы историю о том, что ехал на осле Валам и убил его Бог на дороге. И на этом бы вся история закончилась бы. За тот грех, который был в его сердце. Но Бог и его любил, и народ израильский любил, и благословить народ хотел, и Валама хотел вернуть для того, чтобы он остановился, но не захотел этого делать. И дальше мы знаем о том, что он пришел туда, в ту землю. Он пришел, и несколько раз он ходил в разные места, ставил там жертвенники, и потом приносил там жертвы вместе с Валаком. Насколько были угодны эти жертвы Богу, тут можно сомневаться, потому что не говорил Бог ему там ставить эти жертвы. Бог четко в Писании говорит о том, что я покажу место, где вы должны будете мне приносить жертвы, и нигде больше не приносите их, потому что Богу не угодно это. Здесь Валам нарушал Божию волю, и он пытался, он искал, как бы проклясть народ. Об этом говорится во второзаконии в 23 главе, о том, что было на сердце у Валама. 4-5 стих говорится так, «Потому они не встретили вас с хлебом и водою, аммонитяне и мавитяне, на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя». Место из Писания это говорит четко о том, что носил в сердце Валам. В Божьем сердце для Израиля благословение, а в сердце у Валама для Израиля проклятие. И он носится с ним, и он говорил Богу об этом, но Бог не хотел его слушать, он хотел благословить народ. В этом была ошибка Валама, был его грех. Он пытался проклясть, искал места разные, и думал, что Бог, может быть, поменяет. Своё мнение, но не до конца осознавал, что происходит. И дальше уже в 24 главе написано о том, что с первого стиха, если мы будем читать, «Валам увидел, что Богу угодно благословлять Израиля, и не пошёл, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне, и взглянул в Валам, и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нём Дух Божий. И произнёс он притчу свою, и сказал, говорит Валам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты слова его». Читая это место из Писания, я понимаю, что в тот момент, когда он увидел Израиль, когда... здесь есть несколько толкований, то ли он увидел Дух Святой на Израиле, либо это Дух Святой на него сошёл, но не в этом суть. Вот здесь главное то, что когда в этот момент он увидел Израиль, Бог дал ему понимание, что это за народ, и тогда, в тот момент, он осознал свой грех, он понял, что он падает. Он говорит о себе, «Я падаю». Падает, но открыты глаза его. Он понимал, что он падает. Вот в тот момент пришло это понимание. Но он не захотел ничего с этим сделать. Мы понимаем, что изменить это он не захотел. Раскаяться перед Богом он не раскаялся. И падая, видя, понимая это, он всё равно дальше шёл. Да, он не проклял израильский народ, он в этом послушал Бога, но читая 11 стих, там написано, Валак говорит ему, «Итак, беги в своё место, я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». Валам понимает, что из-за того, что он исполняет волю Божью, он лишается того, что хотел ему дать в Валакте, богатство, то, что его влекло. И он этого не получит. И с другой стороны, я могу представить, что когда у человека большой статус, о нём все знают, какой он великий человек, и тут кто-то будет рушить его репутацию, мы можем пытаться любой ценой эту репутацию восстановить, либо не потерять, сохранить. И мы знаем дальше, Моисей в числах рассказывает о том, что тот самый Валам, хоть и не проклял народ, но нашёл лазейку, как не упасть в глазах Валака, и предложил ему, как совратить народ, как победить израильский народ. Казалось бы, не проклял его, но подсказал, как отвернуть Господа от своего народа, народ от своего Бога. И за это он также понёс наказание. Эта история нас учит тому, что неважно, мы можем, как Валам, просить у Бога воли, как же нам поступить, и, казалось бы, поступать так, как хочет Бог. Внешне люди будут нас видеть таковыми и говорить, о, это человек Божий. Но Бог для себя чётко определил, и Он хочет, чтобы мы понимали, Ему в первую очередь важно, какими путями ходит наше сердце. Ходит ли наше сердце Его путями? И, соответственно, мы все, и это люди видим, и Бог видит. Либо мы, может быть, внешне как бы на Его пути, а сердцем мы идём своим путём, и что-то нас влечёт, что Богу не угодно. В мире сейчас этого полно. И нам важно следить за тем, чтобы наше сердце было с Господом и стремилось к Нему. Праздники. Мы вспоминаем о рождении Иисуса Христа, мы вспоминаем ценность Его рождения, о том, что Он сделал для нас. Это хорошо, да. Мы знаем, кто такой Бог. Но чтобы это всё не было просто как религиозность. Просто вот мы вспоминаем. Но чтобы в сердце нашем действительно было место для Господа и для Его воли, для Его Слова, чтобы наше сердце было с Ним и разделяло Его стремление, чтобы мы были один дух с Богом, как говорит Писание, чтобы наше сердце было единым целым с Божьим сердцем. И тогда мы не будем, как Валам, внешне идти, так, как говорит нам Бог. Мы будем чётко понимать Его. Мы не будем Его искушать, как это Валам. Впрочем, пойду, ещё раз прошу, и Бог говорит, пойди. Но Он просто искушал Бога. И за это мог тоже погибнуть. Я хотел бы, чтобы мы вставши молились о том, чтобы Бог благословил нас следить за своим сердцем. Потому что сегодня такое время, когда порой это сложно сделать. Но мы должны хранить своё сердце. Мы должны своё сердце посвящать, освящать для Бога. И посвящать Богу, и освящать для Бога. И это делать постоянно. И вставши, давайте помолимся о том, чтобы наше сердце ходило путями Божьими всегда, чтобы мы хранили этот путь. Сынный Господь. Сынный Господь.